Медиагруппа Авангард представляет Добрый день, уважаемые коллеги! Станислав Смышляев, КриптоПро. И я расскажу о настоящем, ближайшем будущем тех протокольных решений, которые используются в СКЗИ для защиты официальной информации. И одновременно расскажу о предпосылках, приведших к необходимости появления того стандартного тестирования СКЗИ, о котором в следующем докладе расскажет Александр Спиридонов из Криптонита. Собственно, те протокольные решения, которые сейчас наиболее часто обсуждаются, используются и, собственно, тестирование которых навстречу стало актуальной задачей, разработаны в рамках рабочей группы по сопутствующим криптоалгоритмам и протоколам ТКВЦ-6, которые мы возглавляем с Александром Идаренко. И я расскажу о том, что разработано, что сделано, что будет снижаться в ближайшем будущем, и о том, почему дополнительные механизмы по организации тестирования являются актуальными и важными. С одной стороны, рабочая группа по сопутствующим алгоритмам и протоколам создана была, собственно, одновременно с ТКВЦ-6, функционирует с самого начала, и, в общем-то, изначально и стала площадкой для выработки единых решений по, в частности, протоколам, как ТЛС и ЭПИСЕК, то есть тех протоколов, для которых актуальна задача совместимости и работа навстречу решений разных производителей. С 2015 года, когда процедуры в техническом комитете стали гораздо более подробно рекоментированы, не тем или иной частью разработки любых документов в области стандартизации стало предоставление контрольных примеров и методикостричного тестирования. И, естественно, и в рамках рабочей группы, и в рамках тем исследований тех СКЗИ, которые опираются на данные стандарты, конечно же, проводятся проверки того, что СКЗИ навстречу корректно работают. Но, с другой стороны, одно дело проверить по контрольным примерам, проверить работу навстречу в базовых сценариях, и немножко другое дело это проверить, что в рамках всех возможных прикладных известных задач под нагрузкой не возникает никаких даже редких проблем с совместимостью. Раз в год, грубо говоря, все равно возникают случаи, когда СКЗИ разных производителей даже на давно стандартизированных протоколах на каких-то там опциональных расширениях работают не так, как ожидалось. Это бывает все реже, но все еще бывает. И если говорить про ТЛС, который сейчас все больше и больше упоминается в нормативных документах, это и поручение президента 1380, это и работа по созданию национального удостоверяющего центра, это и документ недавний буквально июньский, 63, о реализации пилотного проекта по использованию российской криптографии в ГИСах, где везде есть либо прямые, либо косвенные ссылки на ТЛС ГОСТ, здесь ситуация вполне стала уже хорошей и стабильной, потому что СКЗИ всех главных производителей, хочешь не хочешь, совмещаются для того, чтобы успешно работать на всех площадках. В случае протокола IPSEC до текущего времени на самом деле проблема оставалась, все еще остается актуальной, надеюсь, она решится в ближайшем будущем. В счете специфики протокола зачастую это не проблема, так как если ставится два железных ящика одного производителя, и все корректно работает, все хорошо, но вот буквально в последние пару лет возникло несколько новых задач, которые показали необходимость того, чтобы криптосредства различных производителей корректно работали навстречу и протоколу IPSEC. Почему вообще возникла проблема совместимости? Несмотря на то, что изначально IPSEC с российскими алгоритмами разрабатывался в рамках рабочей группы, в том году, в 2013 году, была очень сильная научная дискуссия, которая, к сожалению, привела к тому, что возникло два решения. Одно было специфицировано, и получили документы именно статус технических спецификаций, именно из-за того, что они не были итогом консенсуса всех разработчиков. И, к сожалению, эта ситуация сохранялась вот до где-то 2017 года, когда началась разработка документов по IPSEC с уже Кузнечиком и Магмой. Значит, на этот следующий год запланированы документы в статусе рекомендации по централизации по всем аспектам протокола IPSEC с использованием российских алгоритмов. Уже для этих механизмов выделены международно признаваемые идентификаторы ИАНа, то есть уже эти криптонаборы распознаются и в случае использования где-то наряду с зарубежными решениями. И действительно, в последние годы возникло сразу несколько площадок, в частности, на базе криптонита, где обсуждалась необходимость встречной работы реализации IPSEC. Собственно, стенд, о котором подойдет речь в докладе коллег из криптонита, это одно из прямых следствий того, как решить проблему, о которой идет речь. Значит, вне рабочей группы, упомянутой, также, конечно же, разрабатываются протоколы защиты каналов связи. Значит, и стандартизированных, или тех, которые вот-вот будут стандартизированы, я бы упомянул протоколы CRISP и IPLR, те, которые в этом и в следующем году будут актуализированы, либо стандартизированы. По ним, насколько я знаю, пока не планируется именно стендов по совмещению, так как производители пока еще их не поддерживают массово, но это необходимо было упомянуть для планеты картины. По протоколу ТЛС картина наиболее, в общем-то, наверное, понятная для того, чтобы использовать протокол уже даже в государственных системах, для массового использования. Протоколу самому 25 лет, но при этом в России он развивается существенно более короткое время, собственно, в рамках стандартизированного решения он развивается одновременно с работой рабочей группы. Сейчас действуют диверсии протокола, это 1.2 и 1.3, отличаются друг от друга пересылками и, собственно, необходимостью совершать те или иные действия для дополнительного согласования ключей. Не останавливаясь на подробности протокола, скажу, что в России уже приняты документы области стандартизации по обоим протоколам и производители уже, собственно, не первый год для 1.2 и первый год для 1.3 согласуют свои решения между собой. Именно эти протоколы, на самом деле, в ближайшем будущем, уже опираясь на стандарты 2015 года, станут теми, которые через несколько лет будут использоваться всюду, где возникают слова использования массовой криптографии, защиты каналов связи между гражданином и государством или госсистемой, так как именно протокол ТЛС здесь, в общем-то, является в сети интернет фундаментом. Сейчас в тех проектах, которые уже сейчас развиваются, на самом деле используется еще предыдущая версия ТЛС-1.2, это использующая ГОС-89 года, просто потому что и так-то еще внедрение российских алгоритмов не произошло массово, а менять его еще и на лету, это еще более сложная задача, поэтому те внедрения, что иду сейчас, идут на стеки СКЗИ, которые уже работают навстречу, но вот для будущих стендов и для ближайшего будущего, конечно, уместно говорить про совместимость протоколов наиболее современных. Значит, эти протокольные решения, на самом деле, стандартизированы даже уже не только в России, то есть все сопутствующие алгоритмы и сам протокол уже специфицированы в документах и ИТФ, и сопутствующие алгоритмы, некоторые стандартизированы и в основополагающих документах и ИТФ, базовые алгоритмы, собственно говоря, ГСО, выделены идентификаторы, международно признаваемые, что позволяет не бояться того, что, грубо говоря, представители Китайской Народной Республики, создав свой криптонабор, будут давать проблемы всем российским пользователям, которые пользуются браузером с поддержкой российских алгоритмов. И документы области стандартизации и ИТФ также созданы. Аналогично для 1.3. Значит, что касается того, как это все сейчас внедрено и что будет в будущем. С одной стороны, есть и клиентские решения, и серверные решения, клиентские, в частности, поддержанные Яндекс.Браузером, есть целая сервера производителей, которых все, я думаю, более-менее знают, лицензиатов ФСБ России, есть СДК для встраивания в мобильные приложения, то есть все компоненты есть. После создания национального удостоверяющего центра, я думаю, что и инфраструктура будет уже гораздо более стабильно иметь вид и давать возможность ее развивать уже большими темпами. Некоторых решений не хватает, таких решений, как решений по оперативному выдаче сертификатов, тем веб-сайтам, которые не требуют особой защиты, допустим, там, блогам или форумам. Это те решения, которые сейчас очень популярны стали на Западе. Эти решения тоже сейчас обсуждаются, в частности, вот на тех площадках, которые около компании Криптонит возникают при обсуждении некоторых вопросов. Но вот в эту сторону тоже, я думаю, что двигаться необходимо, и, думаю, в ближайшие годы здесь тоже будет продвижение, тем более, если заработает в полном объеме инфраструктура НУЦ. Ну и, собственно, так сказать, предваряя следующий доклад, есть с одной стороны технический комитет, который, на мой взгляд, надеюсь, успешно уже решил, даже задачу они решают, по созданию всего необходимого для работы ТЛС с ГОСТом, есть ближайшее будущее с IPSEX с ГОСТом, есть работа в ИТФ, которая проводится для того, чтобы здесь не возникало конфликтов с международными механизмами, чтобы обеспечивалась совместимость. Ну вот то, чего действительно не хватало, наверное, для того, чтобы быть уверенным, что по-настоящему массовому использованию даже раз в год не будут встречаться нигде проблемы совместимости, даже минимальными, эта проблема, надеюсь, будет решена в ближайшем будущем благодаря стену тестирования из КЗИ, которые коллегами из Криптонита сейчас развернут, и о чем расскажет наш коллега из компании Криптонит. Спасибо, Станислав. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok